Действительно, обновленная конституция, она говорит о социальных гарантиях для конкретного человека, для конкретной семьи. И обновленная конституция дает пояснение, что такое социальные гарантии. Вот сегодня, значит, установленные государством пенсии, четко прописывается в поправках, что будут индексироваться не реже одного раза в год. Это четко определено и понятно. Если ранее в федеральном законе было регулярно сказано, а как это часто, то люди не понимали. И вообще, вот в действующей конституции определено, что Россия — это социальное государство. А что это такое? Вот при встречах с населением и встречая, разговаривая с людьми, они не понимают, что это такое. Вот сегодня эти поправки как раз вносят четкое толкование социальных гарантий. Это индексация пенсии. Это индексация не только пенсии, но и социальных выплат и льгот. К тому же четко прописана адресная помощь. Это очень важно. И как раз она конкретизируется, что помощь должна быть адресной и с учетом нуждаемости. Вот это важно, что это в главном документе государственном прописано. Если прописано в Конституции, то, соответственно, и ведомства должны будут выполнять эти задания, эти внесенные правки. И уже, конечно же, оценка социальных гарантий, оказание адресной помощи будет потому, как на сегодня будет оказана социальная помощь, и как ее ощутит конкретный человек, конкретная семья. Это тоже очень важно. Ну и что касается, будем мы голосовать или нет, конечно, вот те поправки, которые вносятся, они как раз социальные гарантии и свобода для человека. Это понимание того, что это будет реально. Не просто это задекларировано, а это вот, если пенсии индексироваться раз в год, то это будет обязательно. Уже другого пути не будет рассказано в Конституции. Так это будет и организовано. Если голосовать против, ну это значит голосовать против того, что не будет индексироваться пенсии пожилым людям, да. Но мы все рано или поздно тоже, наверное, станем пенсионерами. Уже кто-то пенсионеры. Вот. Но это голосовать просто не голосовать, это морально, это вот мы против наших родителей, против стариков, да, будем. Ну и сегодня, действительно, вот Россия — это страна социальных гарантий, точно так должно быть определено. И вот эти поправки, они вносят эти коррективы. Страна, где не должно быть бедных. И с учетом адресности все должны достойно получать вот помощь ту, которая сегодня имеется, да. И вот все это, государственная поддержка и Конституция, ведь это долгосрочный договор между властью и обществом. И, конечно же, власть, правительство должны выполнять вот те задачи, которые прописаны в Конституции. Вот эти обновления, они как раз касаются конкретного человека, конкретной семьи. И выполняя государственные задачи, вот эти меры поддержки, они, ну что, в результате мы получим, конечно, и продолжительность жизни увеличится, улучшится материальная составляющая каждой конкретной семьи. Ну и я полагаю, что даст возможность, уверенность в будущем.